Здравствуйте! Говорим о вкусном, готовим с удовольствием, восхищаемся результатом. Вы смотрите Крымскую кухню, мы рады очередной кулинарной встрече с вами. Партнер нашей передачи сегодня Сакский молокозавод, качественный продукт из натурального крымского молока. Крым, город Саки. Здесь находится один из любимейших крымчанами производитель молочной продукции. Сакский молокозавод, который был восстановлен в 2000 году на базе цеха ПАО Крыммолоком. В настоящее время это самостоятельное торговое предприятие, имеющее свои фирменные магазины по всей территории Крыма. Мы находимся в Евпатории, в ресторане «Дульбер» и вместе с Дмитрием Литвинюк приготовим блюда. Это будут блюда. Мы сегодня приготовим легкий салат из куриного филе и козьего сыра. И также приготовим салат капрезе из рукколы и также козьего сыра и свежих помидоров. Кроме этого? Кроме этого мы приготовим еще сырники и сборную солянку мясную. Начинаем с приготовления салата. Овощной салат – это просто кладезь витаминов. Готовить его начали еще 2500 лет назад в Древнем Риме. Салата – так итальянцы обозначали легкую закуску, которую сначала готовили из зеленых листьев и трав. Салаты подаются ко вторым блюдам в качестве гарнира, но они также могут использоваться в качестве закуски или как самостоятельное блюдо при перекусе. Первый салат у нас идет. Для его приготовления нам понадобится… Микс салата. В миксе салата составляет луа-росса, луа-бьонда, айсберг и руккола. Козий сыр, перепелиные яйца, соус пест, оливковое масло и куриное копченое филе. Что касается соуса песта, вы его приготовили сами? Да. Каким образом? Готовится на условии зеленого базилика, под названием как орегано, с добавлением пармезана, оливкового масла, кедровых орешков, соли и чеснока. Все необходимо перемолоть, да? Перемолоть в блендере для однородной массы. То есть можно было употреблять пищу. То есть для приготовления этого салата всегда используется именно соус песта. Соус песта. Что нам необходимо нарезать? Сыр и… Нам нарезать необходимо сыр и почистить яйца. Яйца перепелиные используются, да? Да. Вы их заранее уже отварили. Я пока порежу курицу. Да. Всегда ли используется копченое мясо в этом салате? Нет, можно заменить, если кто-то копчености не ест, можно заменить свежим отварным. Просто отварное куриное филе, да? Яйца тоже можно использовать, обычные куриные. Да, если кто не употребляет перепелиные. Ну, желательно лучше с перепелиными. Каким образом нарезается филе? Тонкая салата. То есть в этом салате свой способ нарезки? Абревизировать можно нарезать кубиком, но я предпочитаю нарезать салат. Какую-то зелень еще, по желанию, можно добавить в этот салат? Я бы сюда добавил фрезе. Но это на любителя. В принципе, как бы все. Пока еще осень, мы еще довольствуемся зеленью, да? Поэтому готовить такие салаты можно в любой день. Так. Добавляем куриное филе. Выпускаем куриное филе. Зелень его немного... Пощипал поменьше, да. Далее. Перепелиные. Яйца езжем на две части. Половинки. Два добавляем туда. Одно оставляем на украшение, да? Одно на украшение, да. Затем берем козий сыр. Всегда ли используется козий? И почему именно сыр добавляется в этот салат? Ну, потому что куриное филе сочетается, копченое с козьим сыром. Мягкий сыр, да, придает этому салату такой еще более приятный вкус. Приятный, да, пикантный вкус. Нарежем сначала для украшения. Лепесточки. Это ваш фирменный салат? Ну, вы доработали, наверное, да? Вот что вы, какую изюминку внесли в этот салат, вот свою, от себя, что ли? Копченое куриное филе. Ну, наверняка, когда вы готовили, да, пробовали разные варианты, экспериментировали что-то, добавляли что-то, наоборот, убирали. Ну, большинство соуса Мерворл. Теперь нарезаем уже в салат каким образом? Тоже соломка? Тоже соломка, но не так мелко, как курицу, чуть-чуть буду, крупнее. Это достаточно сытный салат, да? Его можно подавать даже в качестве, может, самостоятельного блюда, да, отдельно? Можно, да, конечно. Мы добавили сыр. Далее. Затем мы берем соус песто. Добавили соус песто. Заправляем еще оливковым маслом, да? Оливковым маслом слегка. И салат не солится, потому что в соусе песто... Достаточно соли. Соли и сыр пармезана есть в песто, и он достаточно соленый. Ну, и копченое остетое от куриного филе тоже добавляет в этот каприз, да? Да. Перемешиваем. Давить не надо ни на что, просто слегка перемешать. Аккуратно смешиваем салат. И выкладываем сервировочное блюдо, да? Да, выкладываем это. Далее будем украшать. Вот такая воздушная подушка из зелени, да? Да. Ну, конечно же, аромат соуса песто разносится у нас на кухне. Теперь мы аккуратненько возьмем еще сыр. Еще выкладываем салат. Вот таким вот веем, да? Да. И перепеленное яйцо. Режем на четыре части. Заправить салат вот этот майонезом не рекомендуете? Нет. Ну, как по мне, майонез очень тяжелый продукт будет в нем, потому что здесь находится и так козий сыр, яйцо. Вот таким вот образом салат готов. Чтобы приготовить салат, соедините зелень, куриное филе, перепелиные яйца и сыр. Заправьте салат соусом песто, оливковым маслом и хорошо перемешайте. Капрезе – это итальянская закуска, символизирующая национальный флаг. Отличное сочетание сыра со спелыми помидорами дополняет соус песто. Этот идеальный летний салат придется по вкусу даже самому взыскательному гурману. Следующий салат с очень красивым названием – капрезе – это итальянский салат, да, итальянской кухни. Для его приготовления нам понадобится… Нам понадобится помидор, руккола. И мы заменим сыр моцарелла на сыр козий. И заправка будет соус песто. Добавим немного масла еще, да, по вкусу? Да, мы будем разбавлять соус песто, потому что он у нас довольно густой. Чтобы чуть сделать его пожиже, добавим оливковое масло. Сочетание белого с красным, да, в этом салате? Да. Нарезаем помидоры и сыр. Нарезается крупно? Слайсами, то есть от полмиллиметра до миллиметра. Он подается в качестве отдельного блюда, либо с каким-то блюдом? Нет, это отдельное блюдо, как салат, холодная закуска. Для этого салата мы используем только рукколу. Только рукколу? Ну, можно использовать другой микс салата, ну, как по вкусу. Но вы рекомендуете? Успользовать рукколу. Только рукколу. Нарезали сыр помидор. Нарезали сыр слайсами с помидором. И выкладываем теперь уже на сервировочное блюдо, да? Вкладываем, да, на тарелочку. И чередуем. Помидор сыр. Начинаем, да, помидоры. Выкладываем помидор. Затем сыр. Помидор. Солить, перчить этот салат тоже мы не будем, так как сегодня достаточно именно в соусе песта. Да, и сам сыр тоже соленоватый. Так вот, мы все чередуем. Выкладываем, выкладываем тоже элигейром. И мы поставим кусочек сыра. Далее переходим к заправке, да? Переходим к заправке. Берем рукколу. Немного ее порвем. Прям ножом не надо ее резать. Затем мы возьмем соус песта. Одну чайную ложку. Достаточно. И соединяем с оливковым маслом. Где-то две чайные ложки. Перемешиваем все. Хорошо смешиваем. И поливаем рукколу. Почему именно вот эта руккола отдельно заправляется соусом? Ну, чтобы она, да, она сама по себе матового цвета, чтобы дать ей какой-то блеск и выразить свой вкус, чтобы, да, и добавить соус песта. Таким образом аромат руккола еще более откроется, да? И выкладываем. И выкладываем на центр тарелки. По центру выкладываемся. Такая воздушная кедушка за рукой. И оставшийся соус. Соус мы поливаем помидорой с сыром. Вот такое сочетание красного с белым, да, соленого с немного кислинкой, помидор, да? Нет. И это все дополнит соус песта. Вот такой вот оригинальный салат. Получился у нас. С очень красивым названием капреза готов. Чтобы приготовить салат капреза, на сервировочное блюдо выложите сыр, чередуя его с помидором. Рукколу заправьте смесью из соуса песта и оливкового масла. Затем выложите на помидоры с сыром, добавив еще немного масла. Сырники – это десерт русской кухни, который готовится на творожной основе. По желанию, сырники можно приготовить с добавлением изюма, а также моркови, яблок, орехов и кураги. Традиционно десерт подается со сметаной, сгущенным молоком, а также вареньем. Они у нас уже почти готовы. Вы уже их заранее подготовили для того, чтобы они должны немного постоять в холодильнике. Да. Рассказывайте, как вы готовите? Ну, во-первых, мы берем творожную массу Сакского молокозавода. Размягчаем ее, добавляем туда ванильный сахар, ну, сам сахар, естественно, яйца и замешиваем однородной массой. И затем с добавлением муки мы начинаем формовать сырник. Саму однородную массу мука вообще не добавляется. Я это не рекомендую, потому что сам творог, чтобы не забить его, лучше просто спанировать сам сырник просто в муке. Сейчас мы продемонстрируем, как это делается. Каким образом? Берется сам сырничек. И его нужно... Обмакивается в муке. Мы его немного обваляли в муке, да? Формуем шарик. Шарик такой. И слегка надавливаем, да, с этим. И влагание у ножа мы формуем сырник. Чтобы оно получается такой ровный-ровный. Аккуратненько. Получается у нас вот такой вот сырничек. Вот такой вот готовый сырник. Далее нам нужно его обжарить, да, с обеих сторон. На сковородке и довести от 3 до 5 минут в духовке. Для чего в духовке? Ну, чтобы творог на сковородке, он не пропечется сам, а в духовке дойдет, и он поднимется, станет воздушный и нежный. Вот такие вот сырники вы отправили в холодильник тоже для чего? Для того, чтобы набухли яйца и... Тесто, да, само для сырника было более эластичное. Эластичное, и чтобы клейковина яйца и творога совместилась, и они не были на сковороде. Все, отправляем сырники жариться. С пылу с жару наши сырники готовы, да, обжарили их со всех сторон и еще довели в духовке. При температуре 180 градусов 5 минут. В данном случае сегодня мы будем подавать их. Со сметаной сакского молокозавода и с десертом творожной массой в виде йогурта. Выкладываем на тарелку сырники. Отличный вариант для завтрака, либо в качестве десерта подаются они также. В качестве десерта можно использовать и в качестве завтрака детям очень хорошо на завтрак подавать сырники. Очень питательный, суетный такой завтрак, да? Выкладываем на сметану. Можно. Десерт клубничный. Разновидностей есть много. Есть вишневый, абрикосовый. У кого какое-то притощение. Со злаками даже есть. Посыпаем сахарной пудрой. Припорошили, да? И освежить необходимо еще немного веточкой. Мяты. Вот таким образом десерт, сырники готовы. Чтобы приготовить сырники, в творожную массу добавьте яйца, сахар, немного муки и, сформировав небольшие лепешки, обжарьте их в растительном масле с обеих сторон. После чего отправьте сырники в духовку, разогретую до 180 градусов на 5 минут. Подается десерт со сметаной. Неотъемлемым элементом любого праздничного стола является мясная нарезка. Сегодня мы также ее подаем, да? Украшаем наш стол. Какое мясо мы сегодня подадим? Ну, я рекомендую подать копченое куриное филе, копченый окорочок, московскую колбасу. С крупным жиром, да? С крупным жиром. И сервелат мускатный с мелким жиром. И корейку свиною. Украсить это все листом салата. Это холодная закуска. Она подается в качестве перекуса, да, такого? То есть она всегда бывает на столе? Бывает на столе, и в первую очередь, да, это холодная закуска, она всегда первая подается на стол. И все мясные продукты нашего сакского молокозавода, они тоже специализируются по поводу мяса. У них есть свой заготовочный цех. Солянка – это блюдо русской кухни, представляющее собой суп, приготовленный на мясном бульоне. Существует три разновидности солянки – грибная, мясная и рыбная. Обязательные ингредиенты супа – это каперсы, соленые огурцы и маслины. Подается блюдо с лимоном, которое придаст кислый вкус. На первое мы подадим солянку, которая у нас уже почти основа готова. Да, основа готова. Так как процесс длительный, вы заранее подготовили? Подготовил солянку, ну, не подготовил, а приготовил, можно так сказать. Как я это делал, наваристый бульон из копченых ребер свинины нарезал мелким кубиком отварную колбасу, копченую московскую колбасу, куриное филе. Также вошло в солянку. Копченое. Карбонат свиной, тоже копченый. Все это нарезал мелким кубиком. По отдельности обжарил на сковородке. Затем подготовил пассеровку из лука и томатной пасты, и сахара. И совместил это с бульоном. Добавил туда заранее обжаренные колбасу, вареное копченое куриное филе и карбонат свиной. Добавил сок маслин. И в самом конце заранее почищенные соленые огурцы, нарезанные мелким кубиком и припущенные в небольшом количестве воды. Воду обязательно сливаете и добавляете в солянку. Затем доводите до вкуса, солите, перчите. Вы так вкусно рассказываете. Давайте мы уже, наконец, будем сервировать первое блюдо. Давайте. Подается солянка в горячем виде. Я рекомендую туда положить... Еще мясо. Положить копченые свиные ребра. Заранее, который на варистый был бульон, на них буквально два штучки. Думаю, будет достаточно. И... И заливаем это все нашей вкусной солянкой. Украшается это блюдо, подается обычно с лимоном и маслинами, да? И маслинами. Почему? Лимон дает свою кислинку, ну а маслина дополняет вкус солянки. Своим маслом, да? Маслом, да. Она у нас довольно густая. Очень сытное блюдо. Итак, покрашаем маслинами. Маслинками. Две штучки, думаю, достаточно. И долька лимона. Долька лимона, наверное. Подаем сметану к солянке. Почему сметану? Ну, оно довольно сочетается... Хорошо, да? Вот именно с тем количеством мяса, которое уже присутствует в данном блюде. И подаем сметану отдельно в соуснике. Лучше отдельно подать на стол. Вот такая вот горячая, аппетитная очень, да? Наваристая солянка готова. Чтобы приготовить солянку, отдельно поджарьте вареную и копченую колбасы, а также карбонат свинины. Затем опустите в мясной бульон с добавлением зажарки из лука и томатной пасты. Подается солянка с лимоном и сметаной. Муку в сырнике рекомендуется использовать только для панировки. Влажный творог необходимо пропустить через сито, а очень сухой разбавить кефиром. По желанию в творожную массу можно добавить ванилин, мускатный орех или корицу. Для приготовления капрезы томаты необходимо использовать с ярко выраженным вкусом, сочные и ароматные. Любители острого могут сбрызнуть капрезы капельками выпаренного бальзамического уксуса. На нашем столе красуются вот такие яркие, аппетитные, очень вкусные блюда. И в завершении нашей программы, Дмитрий, ваши пожелания нашим телезрителям. Ну что я вам хочу пожелать? Вот эти все блюда вы можете спокойно приготовить дома, радовать свою семью. Великолепными свежими салатами, хорошей, вкусной нарезкой. Ну и на завтрак можете для своих детишек приготовить такие замечательные сырники. В качестве горячего данный первый подать вот такую вот аппетитную солянку. Всего хорошего, приятного аппетита. Крым, город Саки. Здесь находится один из любимейших крымчанами производитель молочной продукции. Сакский молокозавод, который был восстановлен в 2000 году на базе цеха ПАО «Крыммолоком». В настоящее время это самостоятельное торговое предприятие, имеющее свои фирменные магазины по всей территории Крыма. Чтобы приготовить салат, соедините зелень, куриное филе, перепелиные яйца и сыр. Заправьте салат соусом песто, оливковым маслом и хорошо перемешайте. Чтобы приготовить салат Капрезе, на сервировочное блюдо выложите сыр, чередуя его с помидором. Руколу заправьте смесью из соуса песто и оливкового масла. Затем выложите на помидоры сыром, добавив еще немного масла. Чтобы приготовить сырники, в творожную массу добавьте яйца, сахар, немного муки и, сформировав небольшие лепешки, обжарьте их в растительном масле с обеих сторон. После чего отправьте сырники в духовку, разогретую до 180 градусов на 5 минут. Подается десерт со сметаной. Чтобы приготовить солянку, отдельно поджарьте вареную и копченую колбасы, а также карбонат свинины. Затем опустите в мясной бульон с добавлением зажарки из лука и томатной пасты. Подается солянка с лимоном и сметаной. Секрет вкусного блюда таится в его простоте. Готовьте с удовольствием! Отличного продолжения выходного дня! Редактор субтитров А.Семкин